Самые жестокие люди это дети. Один выживший в Раст. Я и подумать не мог, что Раст окажется настолько хардовой, глубокой, тимплейной и скиллозависимой игрой, но в которую я больше играть никогда не буду. Как я пришел к такому выводу, если первое что я сделал, так это перечислил по сути ее плюсы. Присаживайтесь поудобнее, друзья, сейчас я вам все расскажу. Но прежде чем мы начнем, минутка спонсорской интеграции. Enlisted – абсолютно новый бесплатный военный шутер с масштабными сражениями. Возьми под управление отряд бойцов и участвуй в легендарных битвах Второй мировой войны. Уже сейчас в игре доступны вторжения в Нормандию и битва за Москву. В Enlisted ты ведешь за собой несколько уникальных солдат, между которыми можно переключаться в любой момент. И даже если тебя убьют, ты все равно останешься в эпицентре войны. Выбирай разные специализации отрядов и выполняй тактические задачи. Ты можешь установить штаб для возрождения команды, построить пулеметную точку, прорвать оборону врага на танке, засыпать позиции противника ракетами с самолета или зачистить здание из огнемета. Прокачивайся, чтобы открыть новые отряды и оружие, улучшай своих бойцов и изменяй их экипировку. Здесь для тебя десятки единиц уникального оружия и техники. Битвы в Enlisted ощущаются реалистично благодаря передовой графике и разрушаемости. А еще имей ввиду, ты всегда можешь играть в отряде с друзьями. Качай Enlisted бесплатно по моей ссылке в описании и забирай бонус на оружие и солдат, а также 3 дня премиум аккаунта. Rust, как и отечественная разработка из прошлого выпуска, Побег из Таркова, является платной игрой. И первой игрой в рубрике, которая находится не в раннем доступе, а официально релизнулась 3 года назад. Редкость в наше время, надо признаться. Итак, исповедоваться в данной поделке я подумал уже пару месяцев. Внуруки дошли только сейчас, когда я взял ее по скидке в Steam за 400 рублей. Затем немного подождал, пока зальются 8 гигов и игра установится на мой жесток. Сразу скажу, не делайте так, как я, не ставьте на обычный хард, иначе загрузки будут длиться по 5-7 минут. Если есть SSD, лучше найдите там место, в 5 раз все будет происходить быстрее. Пожалейте свое время. Переходим в меню. Оно почему-то не на русском языке, но лично для меня это не проблема, так как я из Англии. Но так как канал русскоязычный, я принял решение поменять гражданство. Да, на выбор тут множество серверов, но я не стал долго думать и выбрал какой-то из официальных, чтобы так сказать быть актуальным. Сразу совет таким новичкам, как я. Не забывайте добавлять сервер в избранное, иначе порой его трудно отыскать. А еще не забывайте обращать внимание на пинг. Думаю, мне не надо объяснять, насколько это важно. Ну все, вроде настроили, погнали, короче. Итак, я пробуждаюсь ото сна на песчаном берегу какого-то моря. Блин, че ж ты так орешь? Мои уши. И не проходит и 30 секунд, как... Начал, конечно, обнадеживающее. Прожил 2,4 секунды. Погиб от... Оружие самодельный тесак. Ладно, Миша, давай по новой. Просыпаемся под водой. Выходим на берег и че-то не совсем понимаем, что тут надо делать. Зато смекаем, что играю я за девушку. Для меня оказалось неожиданностью, что тут нет настройки своего персонажа. Тут даже не выбирается пол. Игра присваивает тебе болванчика по своему усмотрению. Как-то странно, честно говоря. Правда, стоит быть осторожным, в игре присутствует нагота. Поэтому держим руки на столе, парни. Да и все равно YouTube такое не пропустит. И для моей детской неокрепшей психики всегда можно убрать ньют режим. Так, ладно, че делать-то надо? Держу в курсе, ребят. Я никогда не играл в подобного рода песочницы. Вообще никогда. Поэтому, как я понял, раз на 21 год это уже классический выживач. Мы появляемся на огромном рандомно-генерируемом острове, где пытаемся сводить концы с концами. Добывать ресурсы, строить свое убежище и по возможности даже грабить караваны. На острове присутствует три так называемых биома. Обычный, с нормальным климатом, где можно свободно бегать без одежды и щекотать промежности камышами. Пустынный, там где слишком жарко и присутствуют проблемы с лесом и водой. И биом снежный, где холод, голод, без печки никуда, а без одежды тем более. Все три варианта климатических зон, помимо своих естественных неудобств, имеют и бонусы. В зимнем биоме зачастую присутствует много ресурсов, таких как камень, руда, серо и тому подобное. В пустынном биоме всегда можно встретить карьерный экскаватор, захватив который можно нехило так нафармить того же самого. Ну и стандартный, умеренный биом, это что-то нейтральное, где все усреднено. Правда и заселяет его чаще, поэтому и конкуренции тут больше. Все это генерируется на каждом сервере в рандомном порядке. Ландшафты меняются, а с ними и натуральные структуры, такие как леса, реки, пещеры, равнины и так далее. Ну и само собой искусственно созданные объекты. Свалки, маяки, магазины, дороги, заброшенные дома и так далее. Это в общих чертах, что глобально из себя представляет раст. Но вернемся к моим приключениям. Видя то, что на этот раз меня никто не преследует, я решил попробовать свой камешек на АФК-щих челиках. Ну наигрался я довольно-таки быстро, брать с них нихер, да и к тому же обо мне вновь вспомнили. Здравствуйте. Да че ты пристала ко мне? Ну конечно. Бро, 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 бро. Come fight, come fight, come fight. Come fight. Dude, I don't want to fight. I want to build a house, plant дерево and родить мой сын. Ах, я из Англии. В конце концов я избавился от маньячил и смог хотя бы свободно осмотреть окрестности. Мне понадобилось некоторое время, чтобы найти безопасный уголок. И обратить внимание на левый верхний угол, где есть, так скажем, начальные подсказки для новичков, которые своими задачками поэтапно разъясняют, что и как тут надо делать. Короче, мне надо добыть 100 единиц дерева. Для этого, как ни странно, надо, во-первых, его найти, а во-вторых, калашматить своим камнем. Конечно, так просто нафармить себе необходимое мне не дали, и пришлось повторять все еще раз. Как только я собрал ресурсы, игра мне предложила скрафтить деревянное копье. Чему я, естественно, был рад. Хоть какое-то оружие. Процесс крафта незатейливый и реализуется через меню персонажа. Конечно, в будущем более сложные приблуды придется крафтить у верстаков. Но сейчас моя цель хотя бы не сдохнуть с голодухи или от рук мелких тугасерь. В общем, копье запилить у меня получилось. Это сразу же прибавило мне плюс 10 к уверенности. Да и к тому же даже удалось заколоть одного агрессора. Че, друг, приуныл? Пиздец, блядь. Но мое триумфальное шествие длилось недолго. Да, когда тебя убивают, ты теряешь все, что было на тебе надето. Или так или иначе находилось в твоем инвентаре. А чтобы этого не происходило, надо строиться и оберегать свое жилище. В общем, за этот час игры раст меня уже немножко подзаколебал. И я решил зайти в него после полуночи, когда основная масса голожопых адептов уже спит. Вот тогда ты уже и смог более-менее спокойно повыполнять стартовые задания, подобывать ресурсов, развести костер и полюбоваться на красивый закат. Приятная графика в игре. Кстати, движок такой же, как и у Таркова. Но оптимизация будет однозначно получше. Хотя тут и карта масштабнее раз 10, и народу на порядок больше. Даже получилось залезть в какой-то маяк, где насобирал разный полезный хлам, и нашел какой-то станок при переработке железяк. Весело ли мне было? Ясен хер нет. Зато как в жизни. Увидишь заброшку, залезешь в нее в надежде обнаружить что-то уникальное. А по сути, кроме собачьего кала там ничего и нет. Также заметил, что прокачка собственного персонажа тут отсутствует как таковая. Нет ни классов, ни перков, ни уровней. Еще успел походиться на кабанчиков и благополучно огребать них. Пока что я просто следовал тому, что мне пишет игра. И вот спустя некоторое время руки мои добрались до постройки дома. Естественно, для этого надо найти место поудачнее. Желательно, чтобы поблизости был лес и камни. А еще в идеале пресная вода и живность с плодородной землей. Но конечно в тот момент я об этом не думал и пытался хотя бы разобраться в первоначальных механиках строительства. Вот был бы хотя бы подобный опыт, например Майнкрафт или Форест, так вообще же не включал ни разу эти игры. Старлайк, если тоже покупал игру в Steam, но ни разу ее не запускал. Вообще строительство мне показалось хорошо продуманным. Тут хватает всяких нюансов и разных подходов к созданию своего бунгало. Но моя первая постройка, конечно, не сильно напоминает место, в котором можно жить. Она больше похожа на место, в котором нужно срать. Но блин, главное обучение идет по плану и все пучку. Стоит отметить, что установленную постройку можно убрать, но в течение первых 5 минут после установки. Если протыкал таймер, а стена оказалась лишней, ее конечно можно разломать. Всего лишь придется поколотить ее от 1 до 10 минут. Зависит от того, что установил и чем пытаешься ее сломать. Поэтому строить надо внимательно и вдумчиво. Ну это ладно, сейчас еще добуду ресурсов и буду улучшать свой закуток. Вот как не дропнуть эту срань, а? Да, радует хотя бы то, что после собственной гибели наша халупа не пропадает. Но чтобы заспавниться в ней, надо предварительно связать из собственных подмышек спальник и положить его в доме. Что я, конечно же, не сделал. Поэтому роддом меня закинул на другой конец карты. Блять, какой мужик, сука. Да и похуй. В связи с чем я плюнул в свой толкан и решил найти более укромное место, чтобы меньше огребать и спокойно заняться постройкой. В общем, я бегал, плавал, собирал и добывал ресурсы. И в конце концов, своял настоящую красоту. В вершину современного зодчества. Вот только гляньте. Не, ну у меня еще ремонт идет, так что не закончен. Нормально, короче, не обращать внимания. Далее, так как я преуспел в плотницком деле, чтобы не кряхнуть с голодухи, было решено немного заняться растеневодством. И надо отметить, механика подобной фигни тут, как по мне, оказалась продуманная и занимательная. Чтобы урожай был хороший, семена садить надо на плодородной почве. Желательно на солнце и в идеале, чтобы была влага. Также тут есть и генетика у каждого отдельного кустика, где с помощью селекции ты можешь намутить все очень плодоносные сорта картофеля, ягод и ганжубаса. Конопля тут нужна не для курения вообще-то. Из нее мы получаем ткань, с помощью которой в дальнейшем можем прикрыть свои причиндалы, а также крафтить многое другое. Если совсем упороться, то тут можно ставить теплицы, организовывать систему полива по таймеру, провести электричество, чтобы повысить урожайность. Из ягод можно делать чай, разные рецепты которого помогут пробафать способности, быстрее там добывать руду, камень или дерево, или просто будет хорошо хилять. Также тут можно заниматься охотой или ловлей рыбы специальными ловушками. И помимо того, что этим можно утолять голод, так еще и крафтить полезные ингредиенты для выживания. Классно я загуглил, да? А теперь вернемся к моему бомжу. По квесту я поставил шкаф с инструментами, проверил свои кустики, растут родные, красота. Вот так мне нравится, хотя бы в игре у меня есть свой дом. Кстати, по квестам, как я понял, в Расте их нет, ну кроме обучающих. Задания от NPC или, например, сюжетки вы тут не увидите. Дальше решил походить пособирать валежник, как вдруг наткнулся на лошадь. Да еще и оседланную. Вот тут-то во мне и проснулся цыганский фокусник, поэтому лошадь теперь решила пожить со мной. Дальше скрафтил себе лук и попробовал пострелять. Сразу хочется сказать, стрельба в игре приятная. И не только из лука, но и забегая наперед, огнестрел в игре также ощущается неплохо. У пуль есть баллистика, по трассерам их легко можно отследить. Да, тут также имеются и типы патроны, бронебойные, зажигалки и так далее. Правда, тот же паттерн от дачи от халаша меня маленько смутил. Прямо скажем, нелегко к нему адаптироваться после богомерзкой кс-ки. Да и вообще, контроль от дачи у всех пушек тут не такой простенький, как может показаться поначалу. А еще есть спорная вещь, где твои попадания в цель сопровождаются вот таким звуком. То есть, получается, можно даже спалить типа в кустах, лишь по этому эффекту. Также, естественно, чтобы не откинуться от первого хита в тушку, в игре присутствует разного рода одежда и броня. Начиная с буквально простых тряпок, заканчивая привычной броней в играх. Так, я немного отвлекся. Раз уж я представил, что состоялся в жизни как владелец недвижимости, спойлер на самом деле, а не щенское дно по всем показателям в расти, то решил немного поизучать карту и посмотреть, что тут есть помимо природы и живности. Как я говорил выше, на острове присутствуют и остатки бывой цивилизации. Всякие свалки, станции, маяки, заброшенные деревни, какие-то электростанции и даже небольшие городки с магазинчиками, в которых есть NPC-торговцы, а также что-то типа данжей. Но про них я расскажу чуть позже, а пока я приехал на ранчо, посмотреть, что тут можно купить. Всякие подобные места являются зеленой зоной, и если попытаться застать оружие, то есть неиллюзорный шанс в примере деревянной бушлаты. Поэтому здесь можно чувствовать себя в безопасности. Пообщавшись с торговцем, я понял, что конь мой походу чей-то, и кто-то сейчас очень скучает по своему черногривому другу. В общем, решил я вернуться домой и пристроить комнату для коня. Так будет лучше, зато не сопрут. Удовлетворенной проделанной работой я отправил своего перса отдыхать в дом, а сам отошел от дел где-то на сутки и уже следующим вечером вернулся к игре. Какого хрена? Да чё за сервер рай? Почему я в жопе мира? Я же сделал спальник. Как хорошо, что на карте я оставил метку, где находится мой дом. Хотя бы не заблужусь. Не с первого раза, но всё-таки я добрался до своего дома. Вернее, то, что от него и осталось. Нееет, за что? Я лишился всего. Крова, коня, даже все саженцы пожирали. Ясно? Ну, я пошёл. Так что же произошло с моим домом? Тут есть пару вариантов. Либо его зарейдили конкуренты по бизнесу, либо он просто сгнил. Да, просто кирпию взял и сгнил, почему бы и нет. И вот как раз этот ящик для инструментов, о котором я говорил ранее, служит хранилищем не для батиных покрышек или удочек, а для хранения ресурсов, которые, в свою очередь, необходимы для поддержания дома в надлежащем виде. Естественно, зависимо от того, из каких материалов он построен. И, разумеется, чем больше дом, тем больше необходимых ресурсов. Это что у нас получается? Таким образом, игра меня призывает заходить в неё периодически для сбора ресурсов. Ага. Блядь, твоё в твою мать. Лично для меня это спорный момент. Также нужно понимать, что если ты вышел из игры, то твой болванчик не исчезает никуда чудесным образом. Он просто ложится спать в том месте, где ты вышел с сервера. И, по сути, ты становишься весьма уязвим. Нет, это, конечно, круто. Хардкор, все дела. Но где, чёрт возьми, взять столько времени на игру? Конечно, после потери дома и своих пожитков в очередной раз я хотел был одропнуть раз. Но, во-первых, ролик надо делать. А, во-вторых, игра онлайн. И стоит попробовать сыграть в пати. Поэтому я собрал всю Олю в кулак. И, превозмогая своё престарелое нежелание страдать в этом безумии, попросил скатать со мной моих друзей. А точнее, подруг. Алису. Всем привет. И Дашу. Бонжу, Йота. Которая, к моему счастью, имеет немалый опыт игры в данную подделку. И первое, что они мне сказали, так это то, что играть в соло-новичку на официалках, это не самое лучшее решение. Так как на них высокий онлайн и много прохаванных игроков, которые будут разносить такую зелень, как я. Сложно с этим поспорить. Первые 10 часов игры именно это я и ощущал. Что сказать? Строятся девушки, как будто Фортнайт катают. Сбор ресурсов для хата и её первоначальный вид на всё про всё занял у нас с каких-то 30 минут. Естественно, как любая разумная тима, тут сразу же идёт распределение обязанностей. Один валит лес, другой добывает камни, третий заполняет расстрельные списки. Третий всё это дело собирает в кучу, похожую на жильё. Безусловно, так играть будет веселее и намного динамичнее. Для меня уж так точно. Но сразу оговорюсь, дом мы строили скромненько и так, чтобы быстренько опробовать механики игры. То, что вытворяют боевые подруги у себя на серваке, это вообще отдельный разговор. Там такие крепости лепят, даже с вертолётными площадками. Кстати, что касается техники, то, как я понял, лошадью тут всё не ограничивается. Тут и колёсные агрегаты, и вертолёты, и лодки, даже воздушные шары. Да и вообще разных механизмов тут пруд пруде, всего и не перечислить. И многое из этого, естественно, изучается и крафтится на верстаках, в химических лабораториях, исследовательских столах и так далее. К примеру, лук можно скрафтить самостоятельно, сидя голой жопой на камне. А вот сделать бимбу или огнестрел уже понадобится верстак, который, как и многое другое, имеет свои уровни, благодаря которым открываются новые предметы, и уменьшается время на их создание. Допустим, чтобы скрафтить патрон, для этого нам нужен металл и порох. Металл мы добываем либо на помойках, либо долбим его киркой, и всё это дело переплавляем в печах. А чтобы получить порох, то сначала добываем серную руду, также в печах очищаем её от ненужной скальной породы, и мешаем с углём. И так во всём. Соответственно, чем сложнее приблуда, тем больше телодвижения необходимо сделать, и изучать её на верстаке. Игра действительно требует к себе много внимания, чтобы успеть развиться и представлять на сервере и себе хоть что-то. Вы, наверное, скажете. В смысле успеть? Куда-то надо успеть? Ну первое, и это очевидное. Тут закон джунглей. Победить сильнейший. Если будешь втыкать, как я, тогда твою халупу просто снесут более расторопные работяги. Но самое интересное это второе. И моё любимое. Его величество вайпы. На классических официальных серверах они проходят каждый месяц. Это так называемый глобальный вайп. Это как раз под него я попал, поэтому торчал в очереди на вход. Но каждую неделю проходит мини-вайп, где у тебя забирают всё барахло и дом, но оставляют чертежи. Ну то есть не придётся заново выучивать все ветки крафта, а станет ступо заново всё отстроить. Вы представляете? Вайп каждую неделю. Какой смысл играть в это? Я хуй она! Я в прошлое из поведения новичка говорил про вайпы в Таркове, который проходит примерно раз в полгода, и о том, как это бьёт по мотивации развиваться в нём. А тут в 10 раз чаще. Да, конечно, это всё на любителя, и вообще, как сказал мой старинный тиммейт по КСке, Раст это та же катка, что и в контре. Только не на час, а на неделю. И если у тебя есть уйму свободного времени, то ты даже сможешь получать от этого удовольствие. Безусловно, с этим можно согласиться, но каждому своё. Кстати, не могу не отметить, что тут как-то многовато читеров. Я уверен, что заядлые игроки в Раст не дадут мне соврать. За 20 часов игры вот это сообщение внизу экрана прилетало раз 15, и это на сервере, где 300 человек. А таких серверов тонна. Средний онлайн-раст 100-120 тысяч. Сами можете прикинуть клиническую картину. Зато Раст ведёт анальную борьбу с макросниками, и поэтому под удар попадают те, кто владеет мышками продукции A4Tech. В общем, мышками X7, Блади и так далее. Играть вы с ними не сможете. Вас будет банить и кикать с сервера. Нравится ли мне это? Конечно же нет, учитывая то, что я ни разу не пользовался макросами. Но говорят, существуют разные способы обхода защиты. Я не проверял. Так что имейте в виду. Короче, ребята меня даже успели сводить в метро. Это как раз возвращаясь к разговорам о местных данжах. Место, где можно неплохо залутаться и настрелять ботов в перемешку с такими же искателями неприятностей на пятую точку. Помимо подземки, тут имеется ещё и космодром, и нефтяная платформа. Короче, есть где развернуться. Наверняка я ещё о чём-то забыл упомянуть. Если что, алды меня поправят. Вообще, что касается того, чем себя занять в расте, то тут проблем я не увидел. Со стороны новичка так уж точно. За 7 лет напичкали в игру немало. Правда, небольшая часть из этого идёт в платных DLC. Но они стоят, конечно, недорого. Да и ничем, кроме как развлечениями и косметикой, они не выделяются. Есть, например, музыкальные инструменты, есть всякого рода бассейн и другая милая ненужная хрень, с помощью которой ты легко можешь замутить все симсы от первого лица. Ну и не только платными DLC-шками живёт Раст. Как же тут без скинчиков? Хочешь разноцветные камешки, хочешь шкафчики, ящики, розовые труселя, пистолет с котиком. Слава яйцам, это только косметика. И задонатить на вундервафлю или имбовые доспехи тут нельзя. Ну, как нельзя? На офф-серверах этого нет, а на пользовательских любой каприз за ваши бабки. Это как с серверами в GTA Online. Также хочется добавить, что сервера в Раст разнообразны. Есть софткорные, где чуть проще выживать. Есть пвпшные, где у тебя сходу барахла и огнестрела вагон. Есть человые, где играют три калеки. И шанс того, что вы встретитесь на огромной карте, стремится к нулю. И можно тупо спокойно играть в ферму от первого лица. Есть билдинг-сервера, где работают консольные команды, а также имеются безграничные ресурсы и арсенал, чтобы, так сказать, пощупать всё и сразу. Короче, всего хватает. Но детально разбираться в этом всём разнообразии у меня чисто физически не хватило времени. Но это меня чё-то сильно унесло в сторону. Вернёмся к моему выживанию. Итак, какой обзор без рейда или развала кабин, правда? Естественно, я подбивал боевых подруг пойти и вломить кому-нибудь. Хотя они и говорили, что мы так-то и сами бомжи и только три часа играем на сервере. Ну разве откажешь ребёнку? Тем более, надо же опробовать роль не только жертвы, но и охотника. В чём вообще суть рейда? Всё очень просто. Размудохать их базу. Хотя, правильнее сказать, совершить набег и вынести всё полезное с неё. Тут не обязательно ломать каждую захудалую стену или пристройку. Достаточно вынести жизненно важные постройки и комнаты. Лутовую, шкаф с инструментами, поднасрать тут и там и скорее всего противник сам тельтанёт и сольётся от понимания того, что всё нажитое уже всрато. Но естественно, с хлебом и солью нас встречать никто не собирается. И чем лучше постройка, тем сложнее её сломать. Вот для примера мы зарейдили дом какого-то работяги. Прости нас, друг, это было ради научного эксперимента. Так вот, чтобы расковырять его двери, нам хватило трёх десятков залпов с дроби и его деревяшка рассыпалась. Правда, в тот момент на шум могут сбежаться чайки. А, снизу хазмадались. Всё это... Загасим? Так как понимаешь, что где-то на халяву можно рожиться. И поэтому, пока я героически дамажил дверь, мои напарницы хладнокровно косили всех, кто попытался подойти к хате ближе, чем на 50 метров. Короче, так как хозяина либо не было, либо он отлетел в куче тех голожопах, которые пытались подойти к нам во время рейда. Но, повторюсь, это всё бомжи рейд. То, что творится у серьёзных стаков, там такая заруба, которая может длиться по несколько часов. Сливанием таких ресурсов и средств, что после катки будешь выжат как лимон. И причём не факт, что рейд окажется успешным. Короче, за эти 4,5 часа игры, где мне помогали девчонки, я узнал 7 раз больше, чем когда я играл один. А ещё так сильно устал, как будто стрим суточный провёл нон-стопом. Уж очень много информации свалилось на меня за раз. Я поблагодарил Алису и Дашу за помощь, и они ушли к себе на сервер. Кстати, кто-то скажет, а чё-то с ними не поиграл, ну, в смысле у них на базе. А в этом и соль, что если я покажу в ролике их базу и весь быт, ловушки, нычки, комнаты там и так далее, с вероятностью 90% эту инфу используют такие же ярые нагибатели, которые наверняка не первый раз пытались их зарейдить. Ведь у них там такой спорт, что мне не понять. Ребята познали высокие материи в данной игрульке и довольно-таки трепетно относятся к своим страдкам. Поэтому полить их базу я не имею морального права. Да, играть с друзьями интересного многое, в том числе и в раз. Тут есть глубокая система крафта и прокачки. Для достижения высоких результатов необходима чёткая и слаженная работа команды. Тут приятная графика и неплохая оптимизация. Но где брать столько времени на игру? Лично я не знаю. Мне поставили тиммейты дом. Я понимаю, что если не зайду в игру в течение двух суток, это всё просто сгниёт и пропадёт. А я не зайду, потому что могу уехать куда-то или просто дела не дадут мне возможности поиграть в какие-либо игры, не говоря уже о Расте. Лично меня такой вариант не устраивает. Понимая всё это, я даже прописал у себя в домике парнишку, с которым случайно встретился, когда бегал и добывал ресурсы. Быть может, хоть ему будет чем заняться тут, да и дом не развалится. Хотя, как многие тут говорят, в Расте лучше никому не доверять. Но мне по большому счёту терять нечего. Мне просто всё равно. Да, конечно, видно, что игра развивается. В ней проводятся разные сезонные ивенты и добавляются периодически новые механики. Игра живёт и здравствует. Да и если воспринимать её именно как катку длиной в неделю, то вайпы уже не кажутся чем-то таким враждебным, при всем том, что опытному игроку в тиме для полного развития хватит и пары дней, а дальше уже начинаются набеги или диффенс. В общем, раз я перешёл к умозаключениям, думаю, стоит подвести черту. Можно ли назвать Rust хорошей игрой? Да, безусловно, это весьма годная игра в своём жанре, несмотря на ряд шероховатостей. Я её спокойно могу порекомендовать любителям выживачей, а также посоветую играть в неё стаком. Тем более, стоит она недорого. Но, как вы уже поняли, вайпы – это не моё. И можно считать, что на вопрос в начале ролика «Почему я в неё играть больше не буду?» я ответил. Не забывайте, что в первую очередь я делюсь с вами своими впечатлениями. Впечатлениями человека, который первый раз столкнулся с той или иной игрой, не подготавливаясь к ней и специально не читая гайды. Я легко могу где-то ошибиться или что-то напутать. Поэтому, прошу, не судите строго, ведь я всего лишь новичок. И это моя очередная вымученная и выстраданная исповедь на игру Rust. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова